Ну что ж, ребят, сегодня хочется поговорить по поводу глупости, тупости, бездарности, отсутствия ума. Знаете, была раньше такая пословица «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт». Так вот, об этом именно разговор пойдёт и сегодня. Итак, ребят, сегодня, кстати, у нас 9 июля 2021 года в городе Севастополе я зашёл, есть такой магазин, у нас «Новая линия». И, вы знаете, решил зайти купить верёвочку и пластиковые такие штуки, хомуты. Пока нашли, дело в том, что они там делали переустановку, каких-то там вот стеллажи меняли друг с другом, в итоге, ну, нашли мы и то, и другое. Ну что, по самому, скажем так, наполнению этого магазина, в принципе, претензий нет, всё хорошо, всё замечательно. Ну, то, что касается персонала людского, именно человеческого персонала, ребят, это, конечно, ну, полный аут, по-другому, наверное, не скажешь, хотелось бы сказать, хотелось бы сказать, наверное, пожёстче, но не скажешь, походу. Ну, что же конкретно я имею в виду, ребят? А имею в виду я именно то, что я, наверное, простоял минут 10 на одной кассе, причём вторая тоже не двигалась, первая не двигалась, там, вы знаете, уже не один год работает женщина. Ну, во-первых, конечно, нужно сказать то, что женщина работает, это, скорее всего, хорошо, то есть она в возрасте уже такая, не знаю, за 50 явно, где-то под 60, наверное. И вы знаете, наверное, вам часто очень тоже попадались такие люди, которые делают всё настолько медленно, вот прямо как вот, ну, так медленно, я вот не знаю даже, что сказать, но вот она и охнет, она и ахнет, она и почешется. Скорее всего, она уже устала, но, в общем, я услышал по радио, внутреннему радио, непосредственно в этом магазине, есть у них там внутреннее радио, и там говорили, уважаемый покупатель, вот, уважаемый покупатель. Вторая, двенадцатая касса, по-моему, она так называется, свободно, она на улице, там, на открытом, на открытой территории, пожалуйста, идите, там свободно, никого нет, всё хорошо. Ну, я постоял, смотрю, здесь осталось два человека, но я ещё постоял пять минут. Чё вы думаете, за пять минут очередь не сдвинулась? Конечно же, уважение, быстрое обслуживание, это и есть профессионализм. В этом магазине такого вы не встретите, просто не встретите. Там его нет, там есть хамы, там есть наглые, безграмотные люди, в частности, почему я так говорю? Конечно же, не об этой женщине, которая там под 60, она как медленно работала, так и работает, и продолжает работать, и абсолютно всё равно, знаете, как в Америке, там где-то вот, почасовая плата труда, то же самое и здесь. В общем, я решил пойти, плюнул на это дело, и решил пойти туда на улицу, на открытый двор, где у них очередная касса. Так вот, друзья мои, я посмотрел, придя туда, там всего лишь один человек, открытая, ну там, наверное, полгектара, наверное, такая территория. Ну, я так думаю, открытая территория, я так думаю, много у них там, может быть, ну, я думаю, да. Так вот, друзья мои, к чему я веду? Сидит там девочка юная совсем, ну, наверное, лет 18, ну, может быть, там 19. А вы знаете, да, что на улице совсем не обязательно носить маску, ну, совсем не обязательно одевать маску, ходить в маске на улице. Знаете, что мне сказала эта юная особа? Девочка сказала, оденьте маску. Я стоял где-то метрах в пяти от неё, она мне вот таким тоном, оденьте маску. Естественно, я не услышал, я на неё смотрю, она смотрит на меня, повторяет мне, оденьте маску. Ну, тут я уже вроде услышал слово маску и не совсем понимая, в чём дело, говорю, а при чём тут маска? Ведь на улице маску не надо одевать, носить, достаточно соблюдать дистанцию в полтора-два метра и на этом всё. А она, ничего не объясняя, повторила, наденьте маску. Я ей протягиваю свои два товара, пластиковые скобы вот эти вот и верёвку. А мне очень важно было, именно поэтому я поехал вечером в этот магазин, который называется «Новая линия», я не помню, сказал я вначале или нет. Так вот, эта девочка абсолютно хамская девочка, абсолютно по-хамски. Ну, как вам сказать, говорит, маску оденьте. Я говорю, а что, вы меня не будете обслуживать? Нет, не буду. За мной уже подошла ещё одна девочка, создала очередь. Я смотрю, за неё вышло, там, из тех дверей вышло ещё два человека. Мне неудобно, а этой кассирше удобно. Она говорит, я не буду вас обслуживать без маски. Ну, вот не буду. На улице, ну, сами посмотрите видео, абсолютно никаких ни крыш, никаких зданий. Ну, здания там где-то есть, конечно. Конечно, но смысл в том, что на улице, хоть и на территории, непосредственно юридической территории этого учреждения, но на улице зачем одевать маску? Это же маразм. Это же, как говорится, заставить дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт. Так вот, я хотел узнать ваше мнение, друзья мои. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Стоит на улицах вашего, ну, вот на улице или вот в магазине, на открытой территории магазина носить маску? Конечно, если бы никого не было за мной, или там я бы сам не парился бы по этому поводу, я бы сказал, ну, начал бы снимать видео, вернее, я вытащил телефон, начал снимать видео, и вдруг вспомнил, что в магазине-то, там, где я стоял в очереди, люди вот очень близко друг к другу стоят, и всем наплевать. А как вы знаете, для того, чтобы не заразиться, нужно минимум полтора метра выдерживать дистанцию. Понимаете, почему я говорю, что заставив дурака Бога молиться, он и лоб расшибёт? Так вот, ребят, администрация свято верит в то, что я не заражусь на улице в маске, и не заражусь при примерно 30 сантиметрах расстояния между людьми в очереди, и там главное маску одеть. Главное надеть маску, и всё, больше ничего не нужно. Маска спасёт на улице от ковида, где расстояние полтора метра между людьми, во всяком случае, я так соблюдал. И та же самая маска спасёт в очереди в душном помещении, где люди, как килька в банке набито. Каково оно? Вот что вы думаете по этому поводу? В общем, ребят, я начал снимать видео, и я возмущён, на самом деле, этой ситуации. Как? Меня зачем на улице заставляет какая-то девушка на кассе? Я говорю, а я не буду маску надевать? А она говорит, а я не буду вас обслуживать? Не очень мне хотелось ругаться, не очень мне хотелось всё это делать. Знаете, как у Ердрея. Именно на этом основывается его ролик. Главное, чтобы начался какой-то конфликт. И вот это самое главное. В моём случае надо было купить верёвку и пластиковые эти штуки и ехать домой, отдыхать. Но эта девочка, она сказала, нет, я не буду... А я когда начал снимать видео, она говорит, удалите видео. Что я запрещаю, а место-то общественное, а я имею полное право снимать. И нет такого закона, который запрещает мне делать съёмку в общественном месте, тем более снимать работников каких-то заведений, магазинов, которые тем более не знают элементарного, требуют абсолютно незаконно, выдвигают требования. В общем, к чему я говорю, ребят? Если вы будете этот абсурд со своей стороны тоже выносить на общее обозрение, эти люди, которые бездумно исполняют и требуют от нас абсолютно бездумно выполнять эти глупые требования, тогда этого станет меньше. И чем больше мы будем выписывать, вернее, выставлять в интернет такие видеоролики, тем меньше хамства, глупости, бездарности будет в этой стране. И я в этом уверен. Всем удачи, друзья. И требуйте исполнения своих прав, от этих безграмотных работящих людей, которые не любят думать своей головой, а любят быть рабами, бездумными, бездушными людьми. Всем удачи и пока.